Замечательный праздник, День друзей во всем мире, ежегодно отмечается 9 июня. Это торжество будет интересно каждому, у кого есть настоящие товарищи. Тем, кто смог пронести общение с ними сквозь годы, сохранить связь и взаимопонимание. Что такое настоящая дружба в понимании тверичан, рассказывает наш корреспондент. В эпоху цифровых технологий жизнь людей заполнил интернет. Мы все чаще стали предпочитать общение с помощью соцсетей и встречам в реальной жизни. Но, как писал гениальный Пушкин, ни музы, ни труды, ни радости, досуга, ничто не заменит единственного друга. И в преддверии Международного дня друзей мы решили разобраться, что вкладывают в понятие дружба тверичане. Настоящий друг — это в первую очередь человек, который может не только разделить какую-то трудную ситуацию, поддержать себя в этом, а еще вместе с тобой порадоваться. Когда я стала культоргом своего факультета, и у меня было первое представление на сцене, и за меня тогда моя подруга была искренне рада, гордилась. И такое ощущение, что это она сама сделала, но вот она показала эту радость. Я училась на филологическом факультете. И, как известно, студенческое общество — это всегда такое братство. И готовились к экзаменам мы тоже все, соответственно, вместе. Так как мы читали большое количество произведений, мы решили, что мы поделим всю школьную, университетскую программу между собой. И читали какие-то большие романы, а потом друг другу их пересказывали. Таким образом у нас все смогли выучиться, смогли все сдать, и все коллоквами сдать, но отлично. Настоящая дружба — это когда на протяжении 40 лет ты всегда рад встречаться с этим человеком. Мы приехали в Брязани и гости к вечеру. У меня есть лучший друг, мы с ним постоянно вместе. Правда, он работает дальнобойщиком, уезжает. И нечасто видимся достаточно, нечасто. В принципе, когда он приезжает, мы с ним очень хорошо гуляем. В нынешней динамичной современной жизни для многих людей друзья становятся желанной одушиной. Одним они помогают снять стресс от перегрузок, другим избежать одиночества и изоляции от социума. Поддержку, которую способен оказать близкий человек, трудно переоценить. Ведь с помощью нее можно преодолевать самые большие трудности. Однако ученые полагают, что дружба содействует и физическому здоровью. Вот что по этому поводу сказала квалифицированный психолог Елена Шеметкова. Люди, которые имеют друзей, они реже прибегают к помощи медиков, реже к помощи и психологов в том числе. Почему? Потому что это большая часть поддержки, которую могут оказать друзья. Настоящая проверенная временем дружба – это важнейшая опора во всех жизненных перипетиях. Она, как говорят, приумножает радость и дробит печали. В ней нет никаких расчетов и рациональных соображений, только искренность и бескорыстное желание во всем поддержать близкого человека. Прийти на помощь в трудную минуту и искренне разделить радость. Эти свойства можно отнести к высшим человеческим качествам. Недаром их поощряют и священнослужители. А еще дружить надо уметь. Не нужно ждать, что твой друг создан лишь для того, чтобы постоянно лишь выручить себя из бед. Не нужно ждать от него лишь утешений и похвал в свой адрес. Настоящий друг – это еще и тот, кто честно скажет себе о твоих недостатках и слабостях. И это тоже нужно понимать и ценить. Ибо, как сказал великий православный мыслитель Иоанн Залтаус, лучше удары друзей, чем целование врагов.